Добрый вечер Добрый вечер Добрый вечер Добрый вечер Добрый вечер Спасибо всем, что вы сегодня пришли Спасибо Нателле Нателла Спасибо тебе, что ты приехала К нам в Петербург Не было вариантов А мы думали, что не уедете 14 июня 1988 года Здесь, в Юзуковском саду Был первый массовый митинг Мемориала Это был митинг памяти жертв советского террора И здесь, как и в других городах страны Люди вышли с простыми гнятными требованиями Узнать все имена, узнать могилы убитых и расстрелянных Поставить памятник и создать музей И вот сегодня, в этот день, на этом месте Мы встречаемся снова Мы встречаемся как бы сами с собой И 30 лет это время, когда нужно подводить какие-то итоги Что получилось, что не получилось И что сегодня И вот когда Но прежде чем подводить вот эти пунктирные итоги Я скажу о том Совершенно потрясающем 88 Но это еще немножко продлилось в 89 и 90 Это тот короткий миг истории Когда в стране существовал консенсус Консенсус по отношению к террору К государственному террору К преступлениям советской власти К памяти о жертвах К памяти о ГУЛАГе К памяти о борцах сопротивления И именно тогда казалось, что Страна стоит на пороге необратимых перемен И залог этих перемен именно в этой памяти В этом, в этой памяти, в этом понимании В преодолении этого прошлого Вот сегодня, да Частично те лозунги 30-летней давности воплотились Найдено более тысячи мест массовых захоронений Это и места расстрелянных, и лагерные кладбища И кладбища спецпоселков В России стоит Порядка двух тысяч памятников Поставленных Обществу Инициативными группами Региональными мемориалами Кривическими музеями Энтузиастами Найдены имена Нет, не все Но много Более трех тысяч имен В такой интегральной книге памяти Которую издал Международный мемориал В электронном виде Собранный из разных регионов Но это Существенно меньше Половины жертв Но одного Чего тогда не было И сейчас Это становится все более и более актуальным И тогда не было Запроса Общественного запроса Массового запроса На На создание Закона о иллюстрации О наказании Палачей О судах Палачами И даже Вот этой Хотя бы Юридической правовой оценке О том Что Это были Преступления И что Эти преступления Подлежат Какому-то Наказанию Осмыслению Тогда В воздухе Витала Нам не нужна Охота на ведьм И вот эти ведьмы Сегодня Все это реализовались Поэтому Сегодня Когда мы говорим Мемориал Это не про вчера Мемориал Это про сегодня 32 года назад Сегодня С требованием Освободить Политзаключенных Объявил Смертельную Голодовку Олег Сенцов Так же Как 32 года назад В тюрьме В Чистополе Объявил Такую голодовку Анатолий Марченко И погиб Сегодня Так же Как и вчера ФСБ Пытают Арестованных По так называемому Делу сети С требованием Признать Что эти молодые люди Террористы Так же Как 80 лет назад Сегодня Так же Как Десятки лет назад По фальсифицированным Обвинениям Находятся под Под следствием Под судом И Аюб Тетеев И Юрий Дмитриев Но все-таки Мне хотелось бы Закончить С некоторой долей Оптимизма Сегодня Мы с вами Знаем И понимаем Что свободными Люди могут быть В несвободной стране И что Сохранить Свободу Честь И достоинство Это Личный выбор Каждого И Все больше и больше Людей Сделало Этот выбор Все больше и больше Людей Право человека На жизнь Это не Требующее Доказательство Права Это Аксиома И Когда Нынешние Палачи Предстанут Перед судом За все свои Преступления Политические Убийства Международные Преступления Военные Преступления Одним Из Обвинений Будет Сокрытие Вещественных Доказательств Документов Связанных С террором Их предшественников Ну вот А на этом Я Закончу Потому что Мемориал Это про сегодня И именно Об этом Будет Сегодня Петь Нотелла А еще Сказать Поехали Дорогие друзья У нас сегодня Интерактивный Концерт У нас будут Песни Нотеллы Полтянской И между Песнями Будут выступления Да Конечно Дорогие друзья Значит У нас Здесь есть Здесь на территории Концерта Есть самый Строгий Человек Из всех Которых Знают Мемориаля И Татьяна Косинова Это Человек Костюм Татьяна Косинова К ней Вы можете Подойти Те кто Захочет Сегодня Выступить Пожалуйста Обращайтесь Татьяна У нас здесь Есть заявка Вам нужно Будет Подойти Дорогие друзья Спасибо огромное Мы обязательно Это сделаем Вы знаете Мне хочется В продолжении Этих слов Сказанных Точно Ириной Сказать Что сегодня Здесь На территории Концерта А посвященный Тридцатилетию Мемориала Действительно Какая-то особая Атмосфера Свободы Для того Что в процесс Подготовки Когда мы Здесь были Прямо здесь В этом месте На лужайке Стояла табличка По газонам Не ходить И теперь Она стыдливо Отвернута В сторону кустов Вы понимаете Свобода Практически Сегодня Рождается В наших глазах Друзья Нам очень приятно Что здесь С нами Сегодня Знаковый человек Тот самый человек Который В 88-м году 30 лет назад Подал заявку На митинг У нас сегодня Все очень скромные Поэтому Выступать Пока Все кроме вас Отказываются И мы Хотели бы Просто поприветствовать Человека Которого Наверное Многие из вас знают Алексей Разоренов Вы с нами Да Спасибо большое Друзья Ну и перед тем Как мы Продолжим И услышим Первую музыкальную часть Нашего сегодняшнего концерта Нам хотелось бы Зачитать Обращение Человека Которого тоже Вы все прекрасно знаете И человек Который имел Непосредственное отношение К тому самому Митингу Это Обращение От Нины Каттерли Дорогие друзья Я проверял Татьяну Костову Каттерли Конечно Дорогие друзья Я поздравляю с юбилейной датой Общества Мемориал Всех Кто в нем работает И всех Кто его поддерживает Сегодня Мемориал Одна из самых честных И последовательных Демократических организаций В нашей стране Таких организаций Вообще немного И становится С каждым годом Все меньше и меньше И как мы видим Из последних событий Работа в Мемориале Становится опасной профессией Достаточно вспомнить Процессы Юрия Дмитриева И Аюба Титеева И от всей души Надеюсь Что Мемориалу Удастся сохраниться В наши мрачные времена Ведь все мероприятия Которые проводит Мемориал Помогают не только Помнить о вчерашних событиях Но и формировать День сегодняшний И создавать возможности Для наступления Нормального Человеческого будущего Ваша Нина Ну и наверное Мы готовы Готовы перейти К музыкальной части Нашего сегодняшнего концерта Вы знаете Конечно изначально Когда мы планировали Это событие Мы планировали Погоду такую же Как сегодня Но мы думали Что все немножко Будет по-другому выглядеть Мы думали Что это будет лужайка Залитая солнцем И по ней Бежит Босая Нотелла Новая С гитарой В общем дорогие друзья Ну все немножко по-другому Встречайте Нотелла Болтянская Под ваши аплодисменты Здравствуйте Вот я вижу Что здесь представители Разных поколений Но я думаю Что многие сидящие Здесь Помнят Такой Выражаясь современным языком Тег Софья Власевна Вы помните Кто такая Софья Власевна? Так называли Советскую власть А песенка Романс Хочется сказать Не стоит Но я боюсь Что нас всех повыгонят Отсюда Ну только начало Еще концерт В старой пудренице Треснуло Потемневшее стекло Что тамошую одесную Все сгорело Все прошло Но как и ветошь Не выбрасывай Свой закон Блюдет романс У старушки Софьи Власевны Приключился Ренессанс Ей не спицы Ни оладушки Ни котята На полу Заскучала Заскучала Наша бабушка По былому ремеслу Мажет губы Краской красною Хмурит брови Точно встарь И кого-то Несогласного Отправляет Отправляет На фонарь Шашкой машет На все стороны Рубит Насмерть Из плеча Вот уж скоро Черные вороны Залетают Залетают По ночам И не спицы Ни оладушки Ни смиренья Дашь нам Ты несь Возмечтала Наша бабушка Возродить Былую спесь Чтобы ели Да безлень Не мы Ее вечное Вранье Чтоб По щучьему Велению Все желания Ее Были сразу же Исполнены А кто против Жечь Дотла Вновь Она Зараза Вспомнила Как Молодушкой Была Ей Ни спицы Ни оладушки Снова Сила Ей Власть Молодеет Наша Бабушка Будто Крови Напилась Вновь Вчерашние Безродные Не остывший Дель О том Снова Едут Неугодные Кто В Сибирь А кто В Лондон Мир Наполним Парадоксами Софья Власевна Но Впредь Коль Дыхание Чейн Сток Сова Значит Надо Помереть Чтобы Спицы Оладушки А не Битвы Да Жнев Ем Чтобы Знала Наша Бабушка Место Прошлое Свое Аплодисменты Мой Не прожит Но Кончен И Шаги Повторяю Простец Кой Мотив Это Звякает Мой Колокольчик Эй Прохожий Молитвой Меня Помяни Задаваясь Вопросом Решенным По Кому Почему Колокольчик Звенит И Прикрыто Лицо Капюшон Сколько Раз Мне Казалось Что Я Ни Причем Если Стадо То Пусть Их Погонщик Равнодушно Торопит Над Бойню Печем Вот Тогда Извинеть В Колокольчик Было Время Собою И Миром Владу Не Жалел Мелких Денег Убогим Только Кто Б Сказал Мне Что Сам Побрету С Колокольчиком Вдаль По Дороге Эй Прохожий Молитвой Меня Помяни Задаваясь Вопросом Решенным По Кому Почему Колокольчик Звенит И Прикрыто Лицо Капюшоном И Не То Чтоб Я Был Трусоват Или Лжив Осторожен И В Меру Уклончив Так И Жизнь Пролетела А Я Заслужил Колокольчик Один Колокольчик Я Страдальцев Жалел Но Нелестно Рожен Подчиняясь Вельможам И Судьям Верил я Что Поклон Это Только Поклон Из Поклона Меня Не Убудет Укращал По Приказу И Дух И Плоть Лишь Бы Битым Не Быть И Голодным Я Считал Что Строптивых Не Любит Господь А Покорные Небо Угодны Но Теперь Я Ни Шею Ни Спину Ни Гну Защищенный Своим Капюшоном Расступите Синьоры Здоровья А Ну Прокаженный Идет Прокаженный По Тебе Прохожий Беда Запоет Будет Долг Твой Страх Да И Гольчат Капюшон Прикрывает Уродство Твое По Тебе Голосит Колокольчик Сейчас я хочу Прежде чем я Прошу Лешу Еще Дать возможность Высказаться Тем Кто принимал Участие В этом Знаменательном Событии 30 лет назад Я хочу Может быть Не в пандан Тренду Вспомнить Человека Которому Огромное количество Претензий Но который Лично мне Журналисту И автору Нателе Болтянской Дал две свободы За которые Можно было Пойти на баррикады Это свобода слова И свобода выбора Это Михаил Сергеевич Горбачев Когда ему было 80 лет Я имел честь Быть приглашенной На его юбилей И меня вызвал Главный редактор Эхо Москвы Виндикт И сказал Так Вот тебе два дня Свободных Вот тебе бутылка коньяка Нужна песня Я говорю Алексей Алексеевич Я боюсь Он говорит Ничего не знаю Пиши Ну Дело в том Что Михаил Сергеевич Он человек Имеющий отношение К жанру авторской песни Много лет назад Юрьевич Висбор Однажды Был на съемках В Ставропольском крае По окончании съемок Его пригласил выпить Первый секретарь Ставропольского обкома И когда Висбор вернулся С этого дела Сказал Какой классный мужик И как жалко Что он никогда не будет Генеральным секретарем ЦК КПСС Этого человека Назвали Михаил Горбачев А я не очень люблю Висборо Поэтому я взяла в союзники Булат Шаловича Акуджаву Не страшно переть На пролом за державу Радейчей История нам Объяснит Где алмаз Где зола А все-таки жаль Что нельзя С Михаилом Сергеевичем Опять-то порушить Навеки империю зла Осколки ее Перманентно в сознании болтаются Вот сколько живу До сих пор непонятно порой Легко либералы В среде либералов рождаются А как прорасти В либералы спалит бюро Я клонюсь низко Прогресс на свете глобальному Спрошу потихоньку Поскольку сама Из попивших Славянской воды Пускай хоть теперь Мне как жида По сумке Ответит то Что нужно обрезать По сону вступая в ряды Всеобщее пьянство Рождало последствия скверные Что после вполне Подтвердил неудавшийся путь Он вывел нас всех Из бараков А то бы, наверное Мы сами давно Бы в них заперлись Выкинув ключ Давно все кредиты Доверие власть Простратила А было бы славно бы Коли бы чла прецедент Пусть и нету страны И уж нет, слава богу, той партии Но первый был И останется Мой президент Спасибо Наталу я хотел уточнить Да, друзья, значит Во-первых Чудеса продолжаются Вы знаете, я никогда в жизни Не думал, что Я буду общаться С Наталой Балтянской На ты Это удивительная сегодня Совершенная история У тебя нет вариантов Да, я понял Скажи, пожалуйста Я правильно понимаю Что та бутылка Которую тебе дал Алексей Венедиктов Коньяка Это та, которую Ты принесла в кофре с собой Ты очень хорошо Обо мне думаешь 85 лет уже было Михаилу Сергеевичу Понятно Друзья, давайте поаплодируем Еще раз Наталу Балтянскую Увидим мы, наверное Ее совсем четверо Да Она идет как раз По направлению к ней Значит, мы продолжаем Друзья И нам очень приятно Что сегодня С нами Как мы уже говорили Очевидцы Тех событий И как бы Участники Участники Да Спасибо вам большое И нам очень хотелось бы Прямо сейчас Пригласить на эту сцену Человека Которому мы подошли Предупредили Что он будет выступать Он сказал Ну конечно же Нет Конечно же Я не буду Но, слушайте Мы сделали все От нас завищее Чтобы прямо сейчас На сцене появился Юлий Рыбаков Под ваши Аплодисменты Друзья Ну После Нателлы Выступать На самом деле Ну просто Крив Что я могу сказать Я могу, конечно Поспорить немножко Чуть-чуть С Нателлой Сказать, что на самом деле Михаил Сергеевич Кирбачев При всем уважении К нему Конечно Не освободил нас А сам того Не очень Скажет, ожидая Приоткрыл Маленькую челочку Той к нему В плотине Которая В результате Рухнула За что ему И спасибо Это верно Спасибо Это стихо Ладно, потом Для того, чтобы она Рухнула Все-таки достаточно На руку И еще поработал Что же говорить О сегодняшнем дне Ну плохо все Все мы прекрасно знаем Что в общем Так плохо Что вроде Слух нет Все повторяется На резкий Сурнан поворот Все повторяется Сначала Опять Сотни Валит Опять Беспомощное общество Которое ничего не может сделать С огромным стадом Быдло Простите меня За грубое слово Которое Наслушавшись Зомбоящика Считают Что все хорошо Но это пройдет По веревности Это пройдет Несмотря на то Что нас здесь Так мало И большинство И присутствующих Люди уже Весьма преклонного возраста От нас Тоже зависит Как быстро Это пройдет Конечно Не нашими руками А той молодежью Той молодежью Которая выросла Слава Богу Выросла уже Не породое поколение В нем Не так уж Много Людей Которые готовы Сегодня бороться За свободу Но их станет Больше И больше Если мы с вами Их поддержим Если мы их поддержим В своей собственной Нравственной Позиции Прямостояние В той Тяжелой ситуации Которая оказалась В нашем обществе Я верю Что это Произойдет В течение вечера Спасибо большое Обнадеживающий Финал Речи Друзья По поводу Дня сегодняшнего Мы хотели бы На всякий случай Напомнить тем Кто Может быть не заметил Я еще раз напомню У нас здесь есть Легендарный человек Татьяна Костинова Так вот рядом с ней Рядом с Татьяной Вот там вот Находится стульчик На котором На котором Или около которого Или с помощью которого Вы можете Создать своими руками Написать Нарисовать Все что угодно Открытку Аюб Детей Мы обязательно Передадим Так что друзья Если будет время Подходите пожалуйста Вот там вот стульчик Можно На этом стульчике Написать или нарисовать Все что вы хотите Чтобы увидел Аюб Так что Просто имейте ввиду Сегодня весь вечер Это все У нас Происходит Друзья Но если говорить О тех людях С которых Нам стоит Брать пример То человеку Который сейчас Которому мы сейчас Предоставим Возможность выступить А конечно Нам всем Стоит Брать пример С Ириной Савельевной Которую сейчас Ирина Савельевна Если хотите Можно с места Нет Сказала Ирина Савельевна И направляем сюда Под ваши аплодисменты Бербургская Ирина Савельевна Здравствуйте Дорогие друзья Я 30 лет назад Была здесь Народу было Ну Раз в 10 Во всяком случае Больше Я думаю Больше Чем 10 раз Народа было Очень много Люди Знакомые И не знакомые Обнимались И улыбались Друг другу Потому что Всех объединяла Одна и та же мысль Больше Этого не будем Ну и что мы видим Сегодня За эти 30 лет Ну Нателла Балтянская Спела Науки В первой песне И это В общем Наша пиаска Не надо Признавать Как победы Так и поражения Надо признавать И делать Отсюда выводы А почему Это случилось Мне задан один раз вопрос Я в этом направлении То есть В направлении Распространения Знаний Которые должны знать Граждане нашей страны Принимаю Посильное участие Все время И сегодня тоже Профессионально И профессионально И непрофессионально И всячески Вот мне однажды Спросили А почему На ваше собрание Не приходят Ваши дети И внуки Вот на этот вопрос Ответить я не могу То есть Почему мои дети Не приходят По техническим причинам И здесь нету Но почему Не приобщили Внуков Племянников Соседей Почему Это осталось Камерное Вот это Это переживание А не стало Общественным И вот это Есть над чем Задуматься Конечно Ответ простой Потому что Было давление Сверху Но Когда его Не было В стране У нас Не за памятных Времен За всяких Революционных Всегда Оно было Но Человеческая Личность Отвечает За себя А не за Те обстоятельства Которые Она Попадает И вот По этой причине Сегодня У нас Единственный Выпад Для того Чтобы Не повторилось Чтобы не Поветели Черные вороны Над нашими Головами А попросту Чтобы не Излучилось Дурное повторение Чтобы не Пошел Этого Резон Максимально Рассказывать О том Что было И даже Не стесняться Рассказывать Об ужасах Которые Пережило Предыдущее Поколение На всю Жизнь Запуганное Мы должны Помнить Что мы Дети Запуганных Поколений Что наше Поколение Тоже Должно Было Преодолевать Страх И Кто-то Преодолел А кто-то Нет Тоже Рядом По телефону Разговору Говорят Ну Об этом По телефону Не будем Есть Причина На то Да Главная Причина Это Страх Вот Когда Преодолеется Страх Тогда Начнется Другая Жизнь Получится Это у нас В Советском Союзе В России Сегодняшний На этот Ответ На этот Вопрос Ответ Нет Я говорю Здесь Имея На это Полное Моральное Право Я прошла Через ГУЛАГ Отдав Ему 5 лет Своей Молодости Поэтому Я Не понаслышке Знаю Что такое Репрессии В советское Время И я Считаю Что Не должно Это Никогда Повториться Что Мой Опыт Не должен Быть Каким То Размножен И это Зависит Конечно Не только От нас Здесь У нас Маленькая Горстка По сравнению С тем Количеством Людей Который Был Здесь 30 лет И правильно Сказал Это у меня Здесь Флиги Насчет Того Что Было Чувство Единства Был Консенсус А вот Есть Он Сейчас Вы знаете Сами Спасибо Огромное Спасибо Вы знаете Я Раз уж Мы Начали Говорить О Проводить Параллели Я просто хотел бы Может быть Для тех Я хотел бы Знаете что Я хотел бы Узнать А можно Поднять руку Тех Кто Был 30 лет Назад Здесь Просто Чтобы Вы понимали Спасибо Друзья Вообще Для тех Кто Не был Для тех Кто Не очень В курсе Таких Как я Я хотел бы Рассказать Вкратце Историю Этого Митинга Вообще Это уникальное Достаточно Событие Во-первых Потому что 14 июня 88 года Он прошел И он Был Организован Организован Комсомольской Прошу прощения Тавтологию Комсомольской Организации Это объединение Молодежное Объединение Форпост Которое Тогда Форпост Объединял Трудных Подростков Ну В общем Как сейчас Мемориал Практически Так вот Значит Этот Форпост Боролся С молодежной Преступностью Наркоманией Под эгидой Октябрьского Райкома Комсомола Руководитель Октябрьского Райкома В ЛКСМ Александр Потехин Будущий соратник Губернатора Яковлева И вице-губернатора И вице-губернатора Петербурга Помогал Форпост Устраивать митинги Что по дальнейшим Временам Наверное Как-то Даже странно звучит Значит Сначала Это были митинги Памяти Народовольцев И Че Гевары Что же еще А в июне 88 Митинг Митинг Памяти Жертв Сталинских Репрессий Вели И этот митинг Библиотекарь Журналист Елена Зелинская У нас сегодня Будет обращение От нее Историк Краевед Фонда культуры Михаил Талалай От него тоже Будет у нас Телеграмма И В общем Летом 87 Года В четвертом номере Журнал Меркурий Вышла статья Елена Зелинская Пепел класса Стучит в мое сердце Очень красивое Очень красивое название Так что Друзья Вот такая вот История Этого самого Этого самого Первого митинга Ну знаете раз уж мы выяснили Кто у нас Кто был 30 лет назад здесь Мы просто хотели бы Немножко Знаете Немножко познакомиться С теми Кто находится здесь Вы знаете Просто чтобы понимать Просто чтобы понимать Кто мы Скажите пожалуйста Вот мы знаем Что здесь есть Те кто Те кто Присутствовал 30 лет назад А есть здесь Вот просто Ирина Савельевна Интересуется наличием Активистов Нынешних Здесь Подпольные Видимо Ну активистов Про защитники Можете просить Ребята вас Поднять руки Анархисты Я знаю Что здесь есть Где-то О Самый главный Привет Почему-то двум Никто не аплодирует Все активисты Хорошо А Вас видимо Смутило Слово Молодые Я понял Дорогие друзья Значит мы Хорошо Сотрудники Мемориала Есть у нас здесь Это одни А сочувствующие Вот Их больше А почему Не становитесь Сотрудниками Нештатные А Нештатные Хорошо Хорошо Друзья Ну в общем На самом деле Нам приятно Что сегодня Здесь Достаточно Много Молодых Людей Которые На которых Надежда Молодых Людей Как выразился Юл Не порутых Ну практически Все Они такие По примеру Кто сверху Уж точно Друзья Нам хотелось бы Зачитать Сделать небольшой Камбэк В прошлое И зачитать Обращение От Елены Зелинской Со ведущей Митинга 14 июня 88 года 30 лет назад Ты написала Текст Написала Словами Которые Бились в мое сердце Как пепел Класса Вы обиделись? Впервые Говорила о том Что умолчание Уравнивает Жертву и палача О том Как затравили Запугали Уже второе поколение О том Как нам страх Проел кожу О том Что не мести Я ищу А право Назвать преступление Преступлением Мы печатали Этот текст На Эриках Что это? Спасибо Видите Заодно Чуть-чуть образования На Эриках Раздавали Бледные листки На улицах И цепляли За решетки Чугунных окрад И эти слова О правде Знать правду Собрали здесь В Юсуповском Саду Множество людей Мы стояли тогда На этой сцене Мои друзья И единомышленники Михаил Талалай Юл Рыбаков Виктор Кривулин Дмитрий Мачинский Нина Хатерли Самуил Лурье Политики Истории Писатели И художники И смотрели в глаза Людям Которые больше не могли И не хотели Выносить молчание Вот тогда-то И родился Мемориал Пусть не будет сердца Писал я тогда И повторю снова Обойденного С тем страшным Знанием Которые Как смертельную Болезнь Носили мы Тогда Все эти годы Когда я заходилась От гнева Слышала Известную всем фразу При Сталине Был порядок И натыкалась На гнусную Понимающую улыбочку У вас наверное Кто-то пострадал Да пострадал Отечество мое Пострадало А из его тела До сих пор Сочится кровь От ненесенных ему В лихолетии раны И только правда Подлинная Несанкционированная Поштучно С болью вырванная Правда Сможет залечить Ее Елена Делинская Друзья Ну раз уж мы Сейчас услышали Слова Очаровательной Женщины Почему бы нам Не услышать Замечательную музыку И не менее Замечательные слова От Барда Исполнителя И той самой девушки Ради которой Многие из вас Находятся здесь Дорогие друзья Натулла Болтянская Эта песня была Посвящена Тому самому Непорному Тому поколению О котором сегодня Говорил Елу Рыбаков И которая Почему-то Ужасно У меня заболела Она у меня давно Болит Так семейно Генетически Но в июне Прошлого года Помните Когда был этот митинг Когда кучу молодняка Задержали по всей стране Она у меня заболела Просто очень сильно Куда ни глянь Опять бардак И недорог Разброд шатания Скверная погода Начальник родины Обижен на народ Не повезло Начальнику с народом Секретари На полусогнутых ногах Волокартин Кормильцу Зубы тычут Начальник родины С народом Не в ладах Народ весьма Ему не симпатичен Нету крамольникам Горше печали Чем то, как воспряла Страна Чем успокоится сердце Начальничья Казнь ли Парад ли Война Начальник верхнюю губою Тернет вновь Из лимузина Глядя на столицу Без удовольствия Поскольку здесь давно Так пахнет бунтом В пору застрелиться В обед поезд Без аппетита Постных щей Черкнет указ О празднике И танцах Потом порвет Его в сердцах Чтобы вообще По городу Не шлялись Волтерианцы Нету крамольникам Горше печали Чем то, как воспряла Страна Чем успокоится Сердце Начальничья Казнь ли Парад ли Война Чины и кары Надлежащие Раздав Он за полночь Сидит в своей гостиной Подумав, что царь Ирод Был-то прав С протестом Разобравшись Превентивно Уснет к утру Шумит за окнами Гроза А может это Гром аплодисментов Но снова Мальчики Кровавые В глазах И девочки Подростки В белых Лентах Нету Кромольникам Горше печали Чем то, как Воспрела Страна Чем успокоится Сердце Начальничья Казни Парад Ли Война Вы знаете, это очень личное, но здесь сидит дорогой мне человек, Наташа, я вас вижу, мы в прошлом году, извините, похоронили Арсения Бориса Чарагинского, и это был человек, которого, наверное, многие из вас знают, и я не могу об этом говорить без вот таких вот ощущений. У него была любимая песня моя, можно я ее спою? А что-то есть в нем, а что-то есть в нем, в военном марше, долетевшем из предместия, столица Чопорна, а загород Расхристов, всей шелухой, налившей по губам, пусть уходящих вполне законно, Глотает хищная утроба геликона, пусть жены стервы строят глазки особистом, и сердце рвет, мошенница труба, опять настанет то, о чем я побоюсь говорить. Опять колонны обреченных по брусчатке пройдут, Опять страна моя впадает в этот маршевый ритм, И голова моя с ногами ты опять не в ладу. Ведь что-то есть в нем, ведь что-то есть в нем, в хребатом марше, боевитом и бесчестном, что манит вдаль, шцулит раскрашенные цацки. Уже мишень на ветер в центре лба, в пути теряем ключи от рая, жить не умеем и красиво умираем. И гордый шаг чеканет бывший штатский, и сердце рвет, мошенница труба, все это было и казалось, что ушло навсегда. И тот, кто сверху, тот и был по умолчанию герой. Сквозь маскировку на окне к нам не прорвется беда. И я сквозь строй иду, а ноги так и бросятся в строй. Ведь что-то есть в нем, ведь что-то есть в нем, в далеком марше, Хоть с фронтов дурные вести, пускай нам врут, а мы опять поверим. Счет не ведет ни ранам, ни гробам, пальчишек давит, уют домашний. И они во фрунт, они уходят гулким маршем, и запах гари вслед за ними реет. И сердце рвет, мошенница труба. Они умрут, и что обидно, не успеют понять, Что их проигранный бой был генеральской игрой. Им просто нравился марш, а что до линии огня. Она из строя не видна, она накроет весь строй. Ведь что-то есть в нем, ведь что-то есть в нем, В далеком марше, уносящем с поднебеси. С ним легче жить, с ним проще и спокойней, Забыть о том, как истина грубая. Под эти звуки мы все отважны, Куда идти уже практически не важно. Мозги промыли, флейты и гобои. И сердце рвет, мошенница труба. Еще одна история, она посвящена тем, кто... Вот знаете, у меня Холокост — это особая тема. И я как-то писала одну из песен про Холокост, и тут узнала, что замечательный музыкант Юрий Абрамович Башмет подписал какое-то похабное письмо. И я песню посвятила ему. Песня называется «Выживший». Не судите Моню строго, Он угрюмый одинок. Хоть и был скрипач от Бога, Только Бог не уберег. На рукавниках конторских С вечной скрипочкой в руке Знали все его в шахтерском невеликом городке. И когда евреев гнали немцы в рощу на расстрел, Скрипку в старом одеяле он бросать не захотел. Шел в кого не слабый жадок, Только вечность впереди Внука за руку держала, Скрипку днес, прижав к груди. И какой-то в черной коже, Ухмыляясь, произнес, Скрипку ты принес, Ну что же ты к играюшку принес? Будь нам весело, Будь нам злорок, Как на танцы в Новый год. И за это твой жиденок Может быть, живым уйдет. Он не знал своей ошибки, Как в Египте петь рабам, И звучала вместо скрипки Автоматная пальба, Пальцы бегали проворно, Вел мелодию смычок, И внучок стоял покорно. Перед черным палачом. И по струнам пальцы снова, И нельзя глядеть назад, Всем был общий ук готова, А ему отдельный ад. Полицай сказал тихонько, Тут ни цирк, ни кино, Зря ты мучаешься, Монька, Парня грохнут все равно. Так и было, так и вышло, Страшный сон да наяву, Мальчик сгинул, Моня выжил, Пролежав три дня во рву, Глядя в небо взором шалы, Он все время повторял, Ну зачем же я играл им? Ну зачем же я играл? А сейчас еще одно посвящение, Вы знаете, в этом году, В этом году 50 лет Выхода на Красную площадь Той самой восьмерки, Которая извинила Чехам русских. Ну вы помните, В чешской газете было написано, Что у нас есть семь, Они знали о семерых, Причин не ненавидеть русских. И песенка называется Обыкновенный марш. Зачем жует тебя тоска, Безмерная тоска, Но где-то там идут войска, Какие-то войска, А в них ни муж, ни сын, ни брат, И даже не свояк, И сам он там шагать не рад, Возможно, это так. И ты в их поступе чужой, Как видишь, ни при чем, На черта ты ломаешь строй, Не вырванив плечом. Там впереди ни трон, ни мед, А цепь, тюрьма и грязь. На это кто с тобой пойдет, Бок о бок, не боясь. Но ни за славу, ни за грошь, За муку и беду. Один сказал, Ты что, идешь? Давай, и я пойду. Пусть и невеликим большинством, Но истина верна, Что вся страна без одного, Уже не вся страна. И шел другой, и третий шел, И пятый с ними шел. И было им-то хорошо, А нам не хорошо. На до и после жизнь, Дробя пешком за целый мир, Пошли, но каждый за себя, Никто не командир. И вслед глядели под лицей, Злорадство не таят, И были среди них отцы, И были сыновья. Там были сестры, и мужья, И дочь, и мать, и брат, И где тут чей, и где тут чья, Уже не разобрать. Друг друга чувствуя спиной, Ни вдруг, ни сгоряча, Они пошли сплошной стеной За тех, кто промолчал, За тех, кто знал и полагал, Что он тут ни при чем, В укор друзьям, Назло врагам подвинув мир плечом. А сколько через много лет Припомнить имена, Довольно, чтоб ответить нет, Уже не вся страна. Глухой порой лихих годин Часов ускорит бег, Вполне способны не один, Но восемь человек. Я не решался прерывать на тылу. А я так смотрю, где-то... Да, я понял. Друзья, мы двигаемся дальше, Я напомню еще раз, Сегодня у нас все в таком Абсолютно свободном режиме. Если кто-нибудь из вас Захочет поучаствовать, То, пожалуйста, будем рады. Сейчас нам хотелось бы Предоставить возможность Выступить еще одному человеку, Которого я знаю с детства. И только сегодня Я узнал его отчество. Узнал и снова забыл. Вячеслав Долинин, Под ваши аплодисменты. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ 30 лет назад На митинге Я не буду Пересказывать все, О чем говорил. Вспомню только, Что тогда Я назвал имена Политических заключенных Погибших В цюймах и лагерях Советского Союза В самые последние годы Накануне Полного упразднения Системы ГУАВА. Я думаю, что сейчас Вспомним Имена этих людей Погибших В 84-86-86 годах Это Денис Фурасов Ишкан Махчан Олег Сатихий Юрий Литвин Валерий Марченко С ним я переселся На Пенской пересылке Это Марк Морозов Это Анатолий Марченко Он последний Из тех Кто В этом списке По времени Он погиб В декабре 86-го года И его смерть Послужила Толчком К нашему Освобождению С ним я сидел На 35-й зоне Так получилось Что меня арестовали 14-го июля Сегодня Ровно 36 лет С огня боевого ареста Так что Принимаю Поздравления И тогда В день ареста Я конечно Не думал Что Спустя Ровно 6 лет Буду Выступать В Юсуповском саду И говорить Те самые вещи За которые Меня посадили Главное То Что Те Кто меня сажал Тоже Не предполагали Что события Будут разворачиваться И не дата Спасибо огромное Жалко что здесь нет Сейчас Тех кто вас Сажал Дорогие друзья Нам Хотелось бы Сейчас Дорогие друзья И как мне только что Подсказал Режиссер Сегодняшнего мероприятия Ирбовская Ирина Савельевна Давайте Устроим Минуту молчания В память Тех О которых Говорил Вячеслав Иммануилович Ирбовская Режиссер Ирина 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 Голи Ирина 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 Спасибо. 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 Дорогие друзья, я надеюсь, что наше совещание осталось встанье от вас. И я могу сюда, на эту сцену, пригласить, опять же, прекрасного знакомого человека, заслуженную артистку России Ларису Дмитриеву. Под ваши аплодисменты. Я хотела сам вас пригласить, просто Татьяну напомню. И в программе «Балата Куджавы». И потому, как я выступаю обновенно на каких-то наших вот таких собраниях, все, конечно, меня к этому причисляют. Но вот, понимаете, вот принять вот эту боль безвинно погибшего, расстрелянного, а послерепрессированного человека, это может быть действительно дается не всем. Ведь мы сейчас, вот говорили, почему мы упустили, я, кстати, у Соловецкого камня когда бываю, я всегда говорю, почему так у нас мало и почему нету молодежи. Потому что мы попустительствовали. Лет 10-12 назад праздновалась какая-то годовщина издательства, ну, как это, книга, издается эти книги «Все Жизелл». И Яша Гордин был, я, там, Попов, писатель, мы все были в гостинице, то ли европейская, и, короче говоря, Дмитрий Быков представлял свою книгу «Жизелл Сталин». И вот тогда мы сцепились с Яшей Гордином, потому что меня затрясло, когда я это увидела, что это может быть там под эгидой «Великие тираны», какие-то личности истории, но никак не «Жизелл». Вот когда твой внук в электричество соет руку, ты его сразу бьешь по пальцам. А здесь все очень расслабились. И вот эти 20 лет, они, конечно, привели к тому, что сегодня я уже преподаю. И я считаю, что сейчас посвящение в этом плане – это самая большая задача. Причем упущены родители. Я преподаю в лице искусств от 9 до 16 лет, дети мои. Я разговариваю с родителями, и они все сталинисты. 40-летние, все сталинисты, потому что жили хорошо. А дети нет. У меня в классе, в моем, где мы ставим спектакль, лежит полная, собранная мной в годы перестройки, подборка «Огонька», где и письма Раскольникова, и, ну, все. И они так и читают. И в следующем году мы будем делать «Дети Арбата». Я считаю, что «Мемориал» делает, ну, просто такую огромную историческую работу. И вот момент просвещения, конечно, это единственное, что может быть, вытащит нас из этой совершенно катастрофической ситуации. И я хочу вас сказать, что у нас замечательно в городе есть поэт Татьяна Вольская, у которой очень много стихов гражданских, которые посвящены и колокольству, и репрессиям, и всему, что уже происходит сейчас, и тревожит. И вот 18-го числа я приглашаю вас по Миностровске, 64, мы делаем такое предчувствие спектакля. Мы делаем спектакль по ее стихам на эту же тему. Я дам, там будет объявление. Приходите, мы всегда будем рады, потому что прекрасно, когда мы собираемся по таким датам, но, конечно, очень важно, чтобы это было, происходило и между датами. И прочитаю одно стихотворение Булата Шаловича, потому что, когда я пришла в дом книги к этому замечательному человеку, который все время в собрании сочинений все пишет и пишет про Сталина, выскочила его фамилия, бог с ним. Их тьмы, 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 но там был его огромный плакат, и там люди собрались, и я говорю, Стариков, да, да, да. Я говорю, ну кто вы такой? Кто такой Мерхольд? Кто такой Сахар? Кто такой Смоктуновский? Я перечисляла актеров. Я говорю, кто таким семьями Сыреров? Кто вы такой? Вы просто сейчас вот на вот этой мути, которая всплыла, и надо сказать, что там, правда, и аплодисменты раздались, и он как-то так немножечко даже как-то эскиз. Вот. Поэтому очень короткая стихварь, это был Бладшавич Акуджавы. Собрался к маме, умерла. К отцу хотел, а он застрелен. И тенью грозного орла Горийского весь мир застелен. Измаравшись в той тени, нажравшись выкриков по бедных, Вот что хочу спросить у бедных, пока еще видны они. Собрался к маме, умерла. К отцу подался, застрелили. Так что ж спросить-то не забыли, верша великие дела. Отец и мать нужны мне были? В чем философия была? Так что спасибо огромное, низкий поклон всем, кто пришел, кто это сделал. И в 30 лет, я думаю, что будем и дальше. И надо больше, больше, больше детей, детей, детей. Делать или звать? Делать обязательно и звать за собой. Лариса, а поскори, где, когда вас... А где и когда делают детей, да? Это, значит, Каменноостровский, 64. Делать и звать. А где делают детей, там и будем делать. Каменноостровский, 64. И 17-е число в 19 часов. Театр-18? Да. Театр-остров? Это не остров. Я сама там еще не была. Но какой-то очень плохой театр настоящий. У нас в 17-м там будет первая репетиция, посмотрим. Спасибо вам всем большое. Нет, нет, не особняк. Это не особняк, друзья. Дома 64. Дорогие друзья, мы, в общем, не будем терять времени, двигаемся дальше. И впереди нас ждет еще несколько сюрпризов. Мы очень надеемся, что все должны быть сюрпризов. И я думаю, что стоит сейчас пригласить на эту сцену еще раз ставшую нам уже практически родным человеком. Нотеллу Болтянскую. Вы знаете, мои доброжелательные приглашатели сказали, ну скажи, что ты хочешь отдохнуть. Я даже врать не буду. Дело в том, что всегда вот эта вот ария заморского гостя, которую я в данной ситуации исполняю, она чревата тем, что есть люди, которых вы не знаете, потому что вы живете близко. Я очень хочу, чтобы вы их услышали. И вот, во-первых, я вижу находящегося здесь. Не надо прятаться. За угол выйдем. А во-вторых, я просто хочу пригласить на сцену замечательного автора, поэта, активиста, эколога Михаила Невицкого. А ты пойдем выйдем. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 На тылу пошло, то есть пошло пять человек. А, все. АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый вечер, друзья. Спасибо за такую честь выйти и спеть здесь перед людьми, которые заслуживают очень уважение, подражание и у которых есть чем поучиться. 2-го числа на Дворцовой исполняли Высоцкого. Меня отпустили. Ну и правильно. Значит, знаю. Значит, боятся. Я исполню ту песню, которую бы спел. В заповеднике Вот в каком забыл Жил да был козел Рой длинный Хоть с волками жил И по волчьей был Плен песенки Все козлиный Не пощипывал он драку И на углу в боках Не услышать от него Буду слова Только правды с него было Как с козла молока Но вреда от лактошки Никакого Он жил на выпасе Возле озерка Немножко за звуком Озерка, я должен сказать, ребята Я когда первый раз слышал эту песню В лет 14 не знал Что такое озерка Что имел Владимир Семенович В виду Но теперь точно знаю Что это кооператив под Петербургом Он жил на выпасе Возле озерка Не вторгаясь в чужие владения Но заметили скромного козлика И избрали в козлы От пущений Например, медведь Голову пекут А обхамить кого-нибудь По медвежьему Как раз козла найдут Приведут и пьют Бараган ему И к промежьему И вратился он все реки Насилию со злом А сносил побои весело и гордо Сам медведь сказал Ребята, я горжусь к ком Героическая личность, понимаешь Косье морда Берегли козла Прямо как и наследника Вышло даже без виды Запрещение С территории заповедника Не отпускать козла От пущений А козел себе Все скакал козлом Но пошаг достал В тихомолочку Вон как-то бороду Зависал узлом Из кустов назвал Волка сволочью А когда очередное Отпущение получал Ну то же, да ну что бог Лишь подпустили Он как будто так случайно По медвежьи зарычал Но внимания тогда Не обратили Пока хищники Меж собой дрались В заповеднике Сделал мнение Что дороже всех Медведей и лист кто Дорогой козел Отпущение Не я Услыхал козел Да и стал таков Эй вы серые плечи Светлопеги Отнемогну вас Рецепт Медвежьи Это я козел Отпущение В заповеднике В заповеднике И рычит теперь Медвежьи Медвежьи Здесь мое любимое стихотворение Она просит Чтобы я его прочел Я прочту Для вас Обыватель Обыватель Позитивный Улыбатель Не герой И не предатель С днем рождения Поздравлятель Одобрятель Поддержатель Радостный Рукоплескатель От законов Убегатель Не встреватель Не создатель В церковь В праздник Заходитель При грешении Отмолитель Ни черта Не пониматель Телевизора Смотритель И рекламы Поглотитель Всякой дряни Покупатель Втюхиватель Потребитель Лох И тут же Обыватель Он совсем Не избиратель На участок Не ходитель Рубецквер Он Наблюдатель И немножечко Хруститель Убивают Не свидетель Просто мимо проходитель Че вообще к нему пристали Он нормальный Честный Житель Указали Выбиратель Приказали Он Стрелятель Ну и шо Что убиватель Он не он Он исполнитель Нет На митинг Не ходитель Бесполезно Не кричатель Что он сам себе Вредитель Обыватель Обыватель О! Футбольный он Болетель За команду Всех Порватель Много Пива Выпиватель Вот такая Добродетель Он зарплаты Получатель Четко В отпуск Отдыхатель На работу Вновь Ходитель И детей Своих Раститель На войну Их Отдаватель От налогов Ходитель Похоронок Получатель И рыдатель И груститель И собакою Гулятель Ведь Животных Он Любитель И за ней Не убиратель Всех Газонов Засиратель И окурков Разбросатель Ничего Непониматель Ничего Неузнаватель Ничего Знать Нехотитель Ушиватый Набиватель Ключ Двери Запиратель Ты ж Достоин Этой Жизни Регулярный Телезритель Друзья Я хотел бы Попробовать Сделать Одну вещь Вместе с вами Сейчас Это не моя песня Которую Хотел бы вам Приложить Это Наша Песня Дело в том Что Сейчас Мы живем В атмосфере Войны С Украиной Сейчас Режиссер Сенцов Сидит В тюрьме Украинский Режиссер Который Насильно Сделан Ворусский Вот Я думаю Что С этого Митинга Митинга Из этого Концерта Пускай будет С этого Нашего Праздника Горького Но праздника Видео Все-таки Докатится До Украины И Может Кто-то Увидит Нас И вот Как Все мира Вышли Не вся Страна Да Так И Вот Мы Вышли Тоже Не вся Страна Есть Предложение Давайте Попробуем Спеть Украинскую Песню Вместе Я думаю Что Тех Знаком Кто Не Знаком Как Получится Хорошо Как Получится То Пойте Хорошо Одно Слово Сунуть Одно Два Слово Два Смотрите Вес Куплет Так Все Я сам Так Сгорь Попробовать Пою Но Тем Не Не Ты Признайся Мини Ты Признайся Мини Звідки В небе Ті Чари Я Без Тебе Всі Дні У Полоні Печалі Може Десь У Лісах Тут Тут Чарзі Ля Шукала Сонце Руту Знайшла І Мене Щарувала Ебрю Валі Чарзі Чарзі Руту Ті Шукай Ле Чарзі Рами Лю Медина Тільки Ти Повір О Твоя Врода Толя Чистая Вода Толя Быстрая Вода Сонце Бачим я Тебе В сна Уді Брови Зелених О Забуде Сніжка Ти Приходиш До Мене І не Треба Ни Треба Толя Мене Толя Толя Мене Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо, Нателла. Например, есть две девочки, которые тянут политзеков. Яна Теплицкая и Саша Резникова. Девочки, вы где? Скажите мне, покажитесь народу, чтобы, по крайней мере, они знали, зачем, для чего и куда. Саша, иди ко мне. Иди, пожалуйста. Яна, где вы? Яна спряталась. Саша, ты можешь назвать какие-то, как это, счета и номера, про которые должны знать люди, которые здесь сидят? Я хотела почитать. Кстати, я хотела сказать, что у меня почти 40, и я не сталинистка. И среди моих друзей и моих ровесников нет сталинистов. Так вот, почитайте, я хотела вот что. Человек в маске затолкал меня в авто, ощупал, вдавил на второй с конца ряд, заломил руки за спину, надел на меня наручники. Затем он натянул мою шапку мне на лицо и что-то поперечал мне в ухо, силой пригибая мою голову к коленям. Я очень испугался. Дышать было сложно, и я решила освободить лицо от шапки. Я начал медленно сдвигать шапку, но смог освободить только нос. После чего человек в шапке, как мне кажется, левой рукой прижал меня к сиденью, а, как мне кажется, правой, нанес два удара в правую часть грудной клетки, в нижнюю часть грудных лиц, мышц. Я сжал челюсти, ожидая ударов в лицо, чтобы он не выбил мне зубы, но он заломил меня в прежнюю позу головой в сторону колен. Бил он явно не ладонью. Площадь удара была небольшой. Когда он повторял эти удары в грудь, потом, когда я уже не мог видеть больше, чем темноту шапки, я заметил, что бьет он кулаком, но ладонью ко мне. Вернув меня в прежнее положение, он начал бить по спине, также не посередине, а справа от позвоночника. Я издал какие-то звуки сквозь зубы. Не дергайся, я еще не начал. Я был в панике. Мне было очень страшно. Я сказал, что ничего не понимаю, после чего получил первый удар током. Я снова не ожидал такого и был ошеломлен. Это было невыносимо больно, и я закричал. Тело мое выпрямилось. Человек в маске приказал заткнуться и не дергаться. Я вжимался в окно и пытался отвернуть правую ногу, разворачиваясь к нему лицом. Он силой восстановил мое положение и продолжил удары током. Я сдался практически сразу, в первые 10 минут. Я кричал, скажите, что сказать, я все скажу. Но насилие не прекратилось. Вы думаете, это про какое время? Про нас. Это сейчас. Сейчас, в это время, когда мы с вами сидим здесь, когда некоторые из нас, выходя на эту сцену, говорят о том, что они могут говорить о том, за что раньше сидели. В это самое время ребят пытают ровно таким образом, для того, чтобы они признались, что они террористы и хотели взорвать вовзолей. Это страшное дело. Я хотела сказать, что совсем... Сейчас чуть-чуть будет позитива. Извините после таких слов. Совсем недавно участники Дела колокольчиков написали письма этим ребятам. Письма в тюрьмы с рассказом о том, что было с ними, со словами поддержки. И мне хочется обратиться ко всем. Пишите письма сегодняшним политзаключенным. Их много. Это можно делать через интернет, это можно писать руками. Руками приятнее читать и приятнее отвечать. Пишите, пожалуйста. Часть, например, открытки в поддержку Аюба Титиева, руководителя чеченского мемориала, можно написать прямо здесь. Все остальные письма, адреса можно найти в интернете. Пишите. Пишите о вашем опыте. Пишите о жизни. Вы знаете, не хуже них, насколько важно получать письма в неволе. И второе, очень позитивный момент. Мы очень долго жили в ситуации усиливающихся репрессий, которые мы не замечали. Ну, одного человека сосадили, ну, двух. И мы пришли к ситуации, когда политических заключенных в нашей стране уже стало очень много. И, а нет, культура, она утеряна. Культура борьбы заключенных, например, за свои права, она утеряна. Но вы, хранители той культуры и тех методов, которыми можно бороться за свои права. Сейчас голодает Олег Сенцов. В поддержку Олега Сенцова начали голодать другие заключенные. У этой культуры, у культуры борьбы политзаключенных за свои права есть потенция к росту. Но если вы поделитесь своим опытом, если вы будете рассказывать о том, как это было, то у этого роста намного больше шансов. Спасибо. Спасибо большое. Кстати, вот, между прочим, к вопросу о том, что нужно приводить детей и родственников, ну, я сегодня сделал максимум. Что, Роман требует домой? Да, ну, просто больше нету, к сожалению. Да, Наталья, и единственное, что вы, наверное, с Сашей давно не виделись, она за это время стала Крыленковой. Знаете что? Я здесь ни при чем, он сидит вот там. Да, не имеет. Так, я прервал, Яна у вас еще, да? Здравствуйте, меня зовут Яна Теплицкая, я член парка Санкт-Петербурга. Эта аббреватура, знаете, что я имею право заходить в санкт-петербургские места кредитного содержания. В частности, я видела следы от того, что сейчас читала Саша на теле, Виктора Филинкова, многочисленные следы электрошокера на его ПТИ и груди. Даже в Петербурге много политических ученых. На территории Петербурга, Ленинградской области сидят три анархиста-антифашиста, людей, обвиняемых в участии в террористической организации. Это сеть, придуманная в ФСБ, это Виктор Филинков, Юлия Бояршинов и Игорь Шишкин. Из них Виктор и Юлия сидят в СИЗО-6 Горелого ужасном. Юлия сидит в огромной камере на сотню человек. А Игорь сидит в ФСБ-шном изоляторе, который, может быть, кто-то из вас хорошо знает, это стена в стене к большому дому, в соседнем доме с тем местом, где его сутки пытали в конце января этого года. Кроме этого, в Петербурге сидит единственная известная мне, возможно, не единственная вообще, женщина, обвиняемая в участии в Хизбут-Тахрир, мусульманской организации, признанной российским судом. Я не помню, то ли террористической, то ли экстремистской организации. Даже в Петербурге много были заключенных, ну и вообще в России, как все хорошо знают, наверное. Я присоединяюсь к призыву писать письма. Во многих изоляторах и колониях это очень просто сделать. В тех изоляторах и в тех колониях, которые присоединены к электронной системе в СИН-письмо, это так же просто, как написать электронное письмо. В других изоляторах, обычно Телефортово или ФСБ Шнепетербургский изолятор, это немножко сложнее, так же сложно, как написать обычное письмо. Ну и, наверное, тоже все знают, наверное, полезно потом сказать, что в Санкт-Петербургских отделах полиции пытают, сотрудники ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области пытают. Раньше это все относилось в основном не к политическим задержанным. Последнее время стало распространяться и на политических. Пытают анархистов, пытают антифашистов, пытают, естественно, мусульманов. Спасибо. Друзья, немножко технической информации, поскольку вечер перестает быть жарким. Я вижу людей в куртках. Вообще, Петербург уникальное место. Например, у моей жены есть два вида пуховиков. Есть зимний, есть летний пуховичок. Так вот, друзья, специально для тех, кто забыл сегодня летние пуховички, я хотел бы представить вам бесстрашную Женю Кулакову, которая принесла с собой все пледы из дома. Ну вот все, что у нее было. Из открытого пространства, за что ему большое спасибо. В общем, если кому-то хочется, пожалуйста, подходите к Жене Кулаковой или просто нежно посмотрите на нее. Вот так вот, да, и она вам эти пледы даст. Дорогие друзья, Наталья Болтянская. Мой дед. Был арестован в 1938 году. В 1940 году расстрелян как британский шпион. Нет в альбоме семейного фото эпоху назад. Мерзляковский декабрь, Москва в суете новогодней. Мандарины и хвоя мешают густой аромат. Р отдохами. Или всем не до праздника, кто же это вспомнит сегодня. Круг от лампы отчертит, уюта последней рядут. Лев Саулыч не стар И у папы лицо молодое Поздно ночью, точней Рано утром за дедом придут И, наверное, в доме Давно уже пахло бедою Два подельника взяты Двоих заберут вместе с ним Остальные расстреляны Что ж он сидел до рассвета Неужели надеялся Вдруг разберутся они Отчего не пытался укрыться Упрятаться где-то Отчего он из дома Куда, хоть куда не бежал Не терялся в глухой суете Хоть какого вокзала Ни черта он не делал Он просто безропотно ждал Их прихода Тюрьмы Приговора Последнего залпа Он прошел до конца То, что каждый из них испытал И конвейер ночной И отчаяние И испытания Впрочем, как непонятно Сегодня Но он устоял И подельникам не предъявляли Его показания Дед британский шпион Он убит в наступившем году Ни письма Ни прощального Слова оставленным близким После смерти отца уже Я его имя найду Из особой надежды Листая расстрельные списки Репродуктор воронкою Черный меня засосет Интернет Новостями дурными Как грязью швыряет Из дверей магазина Музончик веселый И все Суета новогодия Москва И тревога ночная Я очень благодарна тем детям Которые сейчас выступали И хочу спеть песню Которая называется Февральская фантазия Хотя у нас совсем другая погода На термометре По 30 апреля Вероятно не случится И другого февраля Уже не будет Ибо этот нескончаем И запахнет из кофейни Не весной А в лучшем случае Корицей Остается руки греть На кухне книг Кружкой мандаринового чая А тиран На ближней даче И свободен Ненадолго От принятия решений Он сегодня целый день Вне зоны действия Мольбы Или проклятия Как и в будни Что скрывать Его поступков В категории Иные Без короны И без челяди Вполне по-человечески Приятел Правда, жалко Что нечасто У тирана Выпадают выходные Нет, конечно Это бред И выходных у тирании Не бывает И она функционирует Конечно В круглосуточном режиме Но когда тиран На даче От забот своих Тиранских Отдыхает То, конечно На хозяйстве Остается Добровольная Дружина Но так сладко Помечтать За кружкой чая В обстановке Зимней лени Как тиран Ушел домой А его свитой Подавно Не ищи ты И за этот выходной На белом свете Появилось поколение Не отведавших Насилия И поэтому Наверно Беззащит Левая колонка Не работает Левая колонка Не работает А сейчас я хочу Спеть про врагов Песня-то называется Стая Видишь же Всякие Молодежные отделения Росгвардии И прочего Дети трудного времени Басунки Горькой эпохи Как шальны Ваши поиски Смысла Суда И вины Вы практичны И жестки Вы вовсе Не то чтобы Плохи Просто сбиты На лодке И цели У вас Смещены Как знакомо Желание Взлета От хлеба До неба Как доступен Всеобщего счастья Флажок Голубой Как легко Непонятное Вам представляют Враждебным А единственно Верным решением Неправедный бой И навеки Врезается В память Вбивается В главный Провода Царь горы Победивших Воинственных Мас Подрастают И множатся Верные Члены Команды А команда Чужой Или просто Короткая Фаз Посмотри Как красиво Идут Рассекающим Строе Как эффектно И радостно Топчут Безропотный Мир И любой Кто убит Остается Военным Героем И любые Грехи Отпускает Отец Командир Проявление Жалости Словно Готовность К измене Никогда Не ищи Человеческих Черту Врагов И какие-то Люди Без лиц Будоражат И пенят Эту Ненависть К тем Кто их Был Разделять Не готов И навеки Врезается В память Вбивается Команды Провода Царь горы Победивших Воинственных Масс Подрастают И множатся Верные Члены Команды А команда Чужой Или просто Короткая Фас Все Иллюзии Счастья Под дулом До боли Знакомы Не бывает Идиллии Рожденных Кровавой Луной Где Однажды Бездумно Засеянны Зубы Дракона Там Всегда Колосятся Поля Бесконечной Войной И когда Мировое Господство Веками Не длится Серый Дым Пепелище Покинутого Очага Пара Треснувших Линз И разорваны Книги Страницы Вечный Памятник Мертвой Империи След Сапогам Но Пока Как и Прежде Упорно Вбиваются В Гланды Провода Царь Горы Победивших Воинственных Мас Подрастают И множатся Верные Члены Команды А команда Чужой Или просто Короткая Фаз А вот Песенька Это будет Совсем Такой Страшный Эксперимент Таша Песень Новая Я ее Никогда Не пела Она Называется Назад Будущее Они Голов Повинных Не сносили Их Чертовы Мололи Жернова Двадцатый Съезд Притихшая Россия Выслушивает Горькие Словам О тех Что Черным Гением Ведомы Кровавую Увершили Круговерц А тех Что В ночь Был Выведен Из Дома В небытие На пытки На смерть Все Во что Мы Верили Все Про что Мы Спорили Все За что Мы Канули В дым И В мерзлоту Выкинет Из памяти Новая История А вон Ребятки Вохровцы Снова На посту И вновь О боли Культи Произволе О путнях Дел Заплечных Мастеров О взявшей Силу Перекатной Голи О случае Еврейских Докторов Все Повторит Простите Забыла Нет сил Уже И кончилось Бессилие Ну Как Дожить До страшного Суда Но Ясно Что Забытую Россию Не Вспомнят Поименно Никогда Все Во что Мы Верили Все Про что Мы Спорили Все За что Трамбонная Нас Глотала Медь Выкинет Из памяти Новая История Жгут Дела Архивные Нечему Полеть О праве Не рассчитывать На милость О проволоке Смертных Лагерей О том Что Слава Богу Завершилась Эпоха Опечатанных Дверей Поплакали Доклады Огласили Простили Недомученных Врачей Спустя Года Забывшая Россия Припомнит Но не Жертва Поплакали Все Во что Мы Верили Все Про что Мы Спорили Все За что Мы Канули В дым И в мерзлоту Выкинет Из памяти Новая История Вон Ребятки Похоровцы Снова На посту И вновь Окультики Обрызав Незажившие Раны Передя А тех Кто Был Поставлен На колени По Произволу Мелкого Вождя Поплакали Доклады Огласили Все Повторится Как Бы Не Бесили Былые Грабли Пол В Акурат Свержение Вчерашнего Мессии Двадцатый Съезд Единая Россия Был Шестнадцатый Вчерашний Клоун Делает Доклад Все Во Что Мы Верили Все Про Что Мы Спорили Все За Что Трамбонная Нас Глотала Медь Будет Перемолотой Колесом Истории Жгут Дела Архивные Нечему Болеть Аплодис Вы знаете, еще одна дата, которую я хочу вспомнить, прежде чем я попрошу выйти на сцену, еще одного человека, про которого, наверное, вы знаете, и это вот очень, очень правильная, интеллигентская, питерская песня. А песня, которую я хочу спеть, она называется «Оборванный полонез». По жребий брошен, не перепутай, покуда он на весу, ай, паня, прошу до смерти лютой весной в Катынском лесу. Пока меж красным да черным войском кровавых сражений нет, но очень скоро сгинеет Польска и совесть ее и цвет. И влагой алою намокают под вечер края небес, плыви над миром, не умолкая, оборванный полонез. Вот пули и вспорют за телом тела, и выпишут в рай билет. Живые вспомнят ваш суд да дело, а с мертвых и спросу нет. Пусть память блажью ненужной станет, и слез не найти уже. А кто расскажет печальным пани о гибели их мужей? И влагой алою намокают под вечер края небес, плыви над миром, не умолкая, оборванный полонез. А старый мастер потом вернется в развеянный горький дым. Какой блокбастер с экрана льется чистейшей настой беды? Последний данью венцом бессилия потаявший хрупкой лед. Крошит, упав из апрельской синие, изломанный самолет. И влагой алою намокают под вечер края небес, плыви над миром, не умолкая, оборванный полонез. Вы знаете, если честно, как бы обратиться внутрь себя, наверное, мы все переживали такие вот страшные моменты, когда кажется, что некуда бежать, и когда понимаешь, что от этого есть средство. От этого есть средство. Вот как ни странно это звучит, это культура. И много лет назад меня познакомили с замечательным совершенно питерским автором, который одновременно является главным редактором издательства «Вита Нова», который выпускает «Воля ваша». Охренительные книжки. Правда. Я очень хорошо помню, как изданный им сборник «Галич» я привезла замечательному питерскому уже когда-то музыковеду Владимиру Ароновичу Фрумкину на его 85-летие. И он, посмотрев эту книжку, он мне сказал «Нателло, книжка», и дальше я опускаю слово, потому что лексика была абсцентная. Это была высшая степень восхищения. Но помимо этого, этот человек, его зовут Алексей Захаренков, он пишет гениальные песни. Вот, абсолютно гениальные. Алешенька, вспомни, пожалуйста, про Троугота, потому что вам это имя ведь говорит гораздо больше, чем мне, москвички. А это правда очень важно. Искусство международное. Спасибо. Здравствуйте. Во-первых, я хочу поклониться. Поклониться, в первую очередь, мемориалу от себя лично и как члену Питерского пэнк-клуба, и от издательства, книги которого мы не раз представляли и в Питерском, и в Московском мемориале. Вот. И спасибо вам большое. Дай вам Бог сил, а мы вам будем помогать. Кстати говоря, вот прозвучало имя Александра Аркадьевича Галича, а вы, наверное, даже, может, многие не в курсе, в самом начале здесь присутствовал его сын. Это, наверное, будет самое позитивное выступление сегодня. Значит, посвящение Валерию Троугордову. Я счастлив, что успел спеть ему эту песню. Он ушел лет шесть назад, но жив его старший брат, которому через пять дней исполняется 87 лет. Он выпьет рюмочку, Он выпьет рюмочку, Он выпьет рюмочку, И трубочку возьмет. Все правильно, да? Все правильно. Все правильно? Сейчас еще раз начнем. Он выпьет рюмочку, Он выпьет рюмочку, Он выпьет рюмочку, И трубочку набьет, И пыхнет трубочкой, Он пыхнет трубочкой, Помедлит чуточку, И кисточку возьмет. Ах, эта кисточка, Такая кисточка, Ни у кого нигде не сыщется такой. И этой кисточкой, Вот этой кисточкой, Он аккурат смахнет над самой головой, И вспыхнет музыка, Такая музыка, Сбежит залезь весь Ленинград, Весь Питер и Бург. И будет музыка, И грянет музыка, Танцуют все, Единорог и Тимюр, Танцует Лермонтов, Смотрите, Лермонтов, Да что там Лермонтов, Сам Петр на коне. Налейте Лермонтов, Налейте Лермонтов, Налейте Лермонтов, И мне, и мне, и мне. И всюду бабочки, Сгорают бабочки, Сто тысяч бабочек, На спиренке, на реке. Он тоже в бабочке, В огромной бабочке, И в старомодном, Да военном сюртуке. И сам он старенький, Он правда старенький, Как старый гном, Он в колпаке, Он с бородой. И очень маленький, Он страшно маленький, Какой он маленький, Что самый дорогой. Он выпьет рюмочку, Он выпьет рюмочку, Он выпьет рюмочку, И трубочку набрёт. И пыхнет трубочка, Склонится уточкой, Вздремнёт минуточку, И кисточку возьмёт. И вспыхнет музыка, Такая музыка, Сбежится весь, Весь Ленинград, Весь Петербург. Ну что, пора выходить на Куду, И мы будем выходить В позитивном ключе. Песенка называется «Считалочка». Не открутишь эти гайки, Не измеришь эти пайки, Доставляет паровозик Прямо в ад нестроевых. Как тут скажешь, Только матом подрастают Гибельсята, Словно кто-то унавозит Почву именно для них. Шла Россия тёмным лесом За каким-то интересом. Наши боссы, мелкие бесы, Как бы впрямь нет до мышей, Мимо мира и прогресса, Что не день чернее мессы. Я видала эту пьесу, Мне она не под душе. Вышел лидер из тумана, Вынул ножик из кармана, Отработанным движением Будет резать, будет бить. Суверенная свобода, Непременного исхода, Бесполезны возражения, Всё равно тебе водить. От ибатышей солдаты До соседской вражьей хаты, Одуревшие герои необъявленной войны. Как тут скажешь, только матом звук кончился, Коль врагами мы богаты. Это признак паранойи, Они величие страны. Сквозь генастии дождь и в югу Мы опять идём по кругу, Пояса затянем туго, Коль сознание крепко спит. Мы считалки рассчитаем, Мы патроны расстреляем, И гордиться привыкаем, Тем, что должна вызвать стыд. Еще одна песенка, это посвящение «Как мне повезло близко дружить С Валерией Ильиничной Новодворской». И я очень хорошо помню, Эта история достойна, Чтобы быть услышана на 30-летие Питерского мемориала. Однажды мы с ней были в Израиле В совместной поездке, И нас пригласил в гость Эдуард Кузнецов, Тоже фигурант знаменитого Питерского дела самолётчика. Вдруг мне Лера сказала, И поеду. Я говорю, что так? Она говорит, а ты знаешь, Что я тоже самолётом угоняла? Я поймала на коленках нижнюю челюсть, И говорю, как так? И дальше я выслушиваю Замечательную историю о том, Как она со своим коллегой, Подельником и соратником Игорем Царьковым В 90-м, наверное, Болгаров меня поправит, Году едет в Киев. И когда их встречают На вокзале Киевские сотрудники КГБ, Они начинают им кричать, Как она сказала, Мы на чистом украинском языке Им прокричали, что мы за ныньку Украину, А они прокричали на чистом русском языке, Что нынька Украина в наших услугах не нуждается. И тут нас повезли, говорит, на аэродром, Там на всех парах стоит самолёт, Нас заводят в этот самолёт, И я говорю, ну хорошо, Сейчас мы взлетим, И тут я раскручу, Разгерметизирую его. Я, услышав это, впадаю в хатонические ужасы, Говорю, Лер, там люди? Да, говорит, там люди. Но я об этом, говорит, рассказываю, Хожу по самолёту и кручу гаечки. Дальше из публики выдвигается старушка и говорит, Дедочка, не надо задерживать самолёт, Я на похороны опаздываю. Я, говорит, ей с гиенью улыбкой говорю, Не волнуйтесь, бабушка, мы все успеем на похороны, Потому что самолёт разобьётся. Габульнички говорят, нет, вы этого не сделаете. Я им говорю, говорит, пойдите позвоните. Они звонят, возвращаются, говорят, Да, они сказали, что она вполне способна. Тут дверь кабины открывается, Выходит лётчик и говорит, а что тут вообще происходит? Кто эти люди? На что Валерия Юрьевична говорит, мы зайцы. Лётчик на это всё смотрит, заходит в кабину, Выходит с чемоданом их плащей и говорит, Знаете что, мне два года до пенсии, Я этот самолёт никуда не поведу. На что Валерия Юрьевична говорит габульничку, Ну, может быть, вы поведёте этот самолёт, Вы умеете что-нибудь водить? Да, говорит, он москвич. В общем, в итоге выпустили её в город Киев, И они, по-моему, были двумя единственными членами Демсоюза, Которые на этом съезде присутствовали. Я думаю, что будет правильно закончить наш сегодняшний... Лёша, я же правильно говорю, что я уже двигаюсь к финалу? Правильно говорю? Я всё понимаю. Так вот, моя часть, она будет закончена посвящением Валерия Юрьевича Новодворская, И называется песенка «Правозащитная цыганочка». Виток спирали вытянут, толкуй, не хватит сонника, Текут опять события в законченную хронику, Она уже назначена мерилом беззакония, Она уже оплачена живыми и покойными. Купи, что смотришь в ценники, величие вневербальное, Не зря их современники считали ненормальными. Им штемпелёк резиновый, бесстрастно целю в головы, Вердиктом Минозиновый и Калоперидововый. Флажкам они не трафили, и власти без отмашки им Вояли биографии достойные и тяжкие. Постарше помоложили, неважно для горения, Но некоторые дожили до общего прозрения, Заслуженно без робости за паворичами тратили И место им по автобусе, и калички по радио, И мы ладошки жали им без всякого доверия. Опять вам, уважаемый, полночи слился перья, Хлебните джину с тоником. А что до нас касательно, то нам за нашу хронику Платить самостоятельно. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо! АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое, Нателло. Наш вечер переходит плавно в вечерний концерт. И вы знаете, поскольку у нас кода, Как выразил Сателло, то есть финал, Хочется успеть сделать то, что мы обязаны. И в частности, хочется успеть воспользоваться Своим служебным положением И пригласить сюда на эту сцену еще раз Александру Криленкову. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И я хочу сказать, что если кто-то из вас придет на этот суд Поддержать ребят, это будет очень правильно. Вообще, ходить на суды сегодняшних политзаключенных Это крайне важная вещь. Вы знаете об этом. Нам нужно вспоминать эту практику, ходить и поддерживать тех, Кого сегодня преследует власть. Поэтому я очень прошу всех. 19 числа. Дзержинский суд. 12.00. Приходите, пожалуйста. Поддержите сегодняшних политзаключенных. Что? Судью или зал? Я вот сейчас в данный момент, конечно, не знаю, Потому что это только что объявлено. Еще на сайте суда нет информации. Но я уверена, что вы придете, вы увидите там группу поддержки, Вы можете это узнать снаружи. Что? Это суд Виктора Филинкова, обвиняемого по делу сети. Это анархисты, которых обвиняют, повторюсь, в том, Что они собирались совершить террористический акт С целью свержения государственного строя. Очень знакомая формулировка, правда? Приходите. Спасибо. И последние штрихи к сегодняшнему концерту Будут озвучены Татьяной Костиной. Ну, одни из последних. К сожалению, опять о судах. Вот сегодня в Петрозаводске Верховный суд Республики Карелия Рассматривала апелляции. Две апелляции. Одна была от самого председателя Карельского общества Юрия Дмитриева и его адвоката. А другая была от прокуратуры. Так вот, пока мы готовились, мы этого не знали. Но, оказывается, Верховный суд Карелии отменил решение по делу Дмитриева и его дела по вновь выявленным обстоятельствам отправлены на доследование. Вот такая грустная кода. Извините. Спасибо большое. И, дорогие друзья, мы ждали это выступление в начале. Слава Богу, что до этого дошло. Хочется пригласить сюда на эту продержанную сцену человека, ну, в общем, для меня лично легендарного. Марина Жжонова сейчас поднимается к нам сюда. Легендарного и прекрасного выглядящего. Добрый вечер, дорогие друзья. Для меня большая честь и волнение сейчас выступать здесь. Мы были юны, молоды, мы были совершенно бесстрашны. Здесь говорилось о страхе. Если вспоминать те далекие времена, а я уже ветеран по меркам революционного движения, мы никогда ничего не боялись. У меня никогда не было ощущения страха. Я не знала, почему. Может быть, от глупости моей наивности, несмотря на семейную биографию, несмотря на отца американского шпиона, всем вам известного. И рядом были старшие товарищи, Юлия Андреевича Упаков, была Москва с ее поддержкой, была Елена Зевинская, был Михаил Талалай. И все мы стояли здесь, в этом саду, и верили без всякого сомнения, без тени и клеваний в то, что наша страна будет свободной. Сегодня зачитывали обращение Елены Зевинской, «Пепел клоацию стучит в мое сердце». Я помню эти слова, я помню эти строки, я помню то настроение, которое здесь царило. все было впереди. И мы сделали мемориал, и мемориал существует 30 лет, это великое дело, это подвиг тех людей, которые работают в нем. Я преклоняюсь перед ними, я очень уважаю нашу молодежь, пусть ее мало. Но она есть, и она достойна моего преклонения и уважения. Я с восхищением смотрю на тех молодых людей, которые верны истинным ценностям, истинным идеям свободы. Пепел клоацию стучит в сердце, и этот пепел превратился в моем сердце, стыд, который стучит в мое сердце от того, к чему мы пришли за 30 лет от этого пути, то есть то, что происходит сейчас. И мне просто тяжело, именно лично стыдно за то, что, наверное, мы сделали все, что могли, но, наверное, даже это все, что могли, оказалось недостаточно, чтобы перевернуть нашу любимую Россию в другое русло, и чтобы все эти страшные аналогии, которые сегодня здесь звучали, никогда не повторялись. Я просто в ужасе. Дорогие друзья, мне хотелось бы все-таки на какой-то более-менее позитивной ноте закончить свою небольшую речь. Нас мало, но мы сидим здесь, и за нами все-таки сотни тысяч наших сограждан, которые разделяют наши убеждения и взгляды. И я надеюсь, что мы никогда не дадим нашей России, нашему городу скатиться в то болото, куда постепенно сползает вся наша система. Слава тем, кто не дожил до этого дня, слава тем, кто работал все эти 30 лет в мемориале правозащитных организаций в других. И будем держаться вместе, будем верить в лучшее. Как говорила Анна Ахматова, я счастлива, что я видела такие исторические события и жила в то время, когда происходили эти события, которым не было равных. И поэтому я счастлива. Спасибо большое. Спасибо большое. И перед финалом от Нателло, говорят, будут танцы даже, Нателло, секундочку. А нам хотелось бы внести небольшое уточнение по поводу информации о Юре Дмитриеве. Для этого мы хотели пригласить сюда на эту сцену человека, который занимался экспертизой, Ирина Левинская. Дорогие друзья, я говорила сегодня по телефону с Виктором Анофриевым, адвокатом Дмитриева. К сожалению, он мне позвонил, когда я была на улице, я вбежала в магазин, и было очень плохо слышно. Но в двух словах информация такая. Значит, суд действительно отменил решение предыдущего суда. Значит, будет новый суд с новым судьей. И это, к сожалению, вот эта чудовищная первая экспертиза, на основании которой ему и пытались, значит, до 9 лет. Надо сказать, что первоначально предполагали 12 лет. И судья считал, что процесс пройдет очень быстро, за 10 дней. То есть это слава и благодарность замечательному адвокату, которому удалось вытащить дело в таком уровне и добиться оправдания. Значит, сейчас это все уничтожено. Значит, будет новый процесс, и все вот эта чудовищная экспертиза будет заново разбираться. Значит, к сожалению, было вполне ожидано, что прокуратура будет опротестовывать решение суда. Но, помимо этого, было еще заявление бумага от бабушки, ей протектовано. И, как мне сказал Ануфриев, к сожалению, они дошли до такой подлости, что они использовали ребенка. То есть там цитировался вот какой-то текст, который они заставили написать эту девочку. Когда я спросила Ануфриеву, самый ли это плохой вариант, он сказал, о нет, это не самый плохой вариант, потому что вполне Верховный суд Карелии мог его закатать на 9 лет. Но, тем не менее, конечно, это очень неприятное развитие событий. Спасибо. Спасибо большое. Ну и, дорогие друзья, по скриптам к сегодняшнему мероприятию Наталла Болтянская под Ваши финальные и, я надеюсь, вдохновленные аплодисменты. Вы знаете, о том, о чем мы с Вами здесь сегодня говорили, пели и горевали, очень много информации, я периодически получаю в личные месседжи, сообщения. А что ж ты, сволочь, не едешь отсюда? Несколько лет назад я собираюсь на гастроли в Израиль, мне звонит моя импресария израильская, Наталочка. Вы знаете, такая большая алия в Израиль, ну, нам надо сегодня закончить на позитиве, и все сплошь бывшие антисемиты. Я не смогла смолчать. А гитара вообще не слышно или мне кажется? Не слышно. Время, видимо, настало такое, больше спесь башба да скрепы не кормят. И соседи, будь то гей или гои, хоть какие у себя ищут корни, не по сердцу, по карману таранка. С каждым днем житье скудней, да, о Боже, не хиляет больше тетка дворянка, и прадедушка купец не поможет. Рубль падает теперь не до смеха, до костей уже пробрал холод зимний. ПЕСНЯ 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 Я по набережной как-то гуляю И неспешно так идут мне навстречу Те, что съели бы вчера с потрохами Те, что к ночи шли походкой нетвердой Те, что каждый раз в лицо выдыхали Что ж ты ходишь тут, жидовская борда? Что стряслась от уменьшения порции, а? Что за чудо приключилось в природе? Он вчера еще ходил в жидоборцах А сегодня в Магендовиде ходит Вот когда они теряют излишки Это их располагает к беседе Спросишь, ну антисемит как делишки И привычно он ответит беседе Было б выпить что-то, чем похмелиться Тракт желудочный он сраму не имет Ой, ты гой, если святая землица Всех обнимет, никого не отринет Коль уж выпало, прими, не кручинясь Что тут раз призатевать племенные Коль с двоюродными жить научились Так ведь эти в чем-то даже родные Спасибо 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 большое Дорогие друзья, мы благодарны всем, кто здесь сегодня собрался Благодарны лично от себя Я благодарен по разным причинам Я наконец, теперь точно знаю, как звучит фамилия Катерли Я знаю отчество господина Долинина Ну в общем, спасибо вам большое Да здравствует Мемориал, ура, увидимся И не забудьте, пожалуйста, если есть немножко времени Значит, во-первых, сдать пледы Жене Пулаковой А во-вторых, написать открытку для Аюба Титиева Это все там же, вот в этом уголке Так что, друзья, подходите, пожалуйста Если есть такая возможность, и чуть-чуть времени